Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемый Ариапак, дорогие ребята! Мы продолжаем финальные состязания 10-й юбилейной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаева Черкесии». 2023 год объявлен указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина годом педагога и наставника. И темой наших финальных состязаний является жизнь и деятельность Константина Дмитриевича Ушинского, российского педагога, писателя и основоположника научной педагогики в Российской империи. Разрешите представить Ариапак. Председатель Ариапага, заместитель директора Института гуманитарных исследований Карачаева Черкесской Республики, кандидат политических наук, доцент Елена Анатольевна Шильбина. Ответственный секретарь Ариапага, старший методист Центра дополнительного образования детей Байрамкулова Люаза Юсуфовна. Секретарь Ариапага, заместитель директора Центра дополнительного образования детей Зайцева Наталья Викторовна. В состязаниях второго агона принимает участие обучающиеся десятых классов общеобразовательных организаций Карачаева Черкесской Республики, прошедшие в финал по итогам полуфинальных состязаний нашей Олимпиады. Проценко Мария, город Черкесск. Нагайлиев Алан, аул Кумыш. Целых Александра, город Черкесск. А также теоретики и агонисты, допущенные в финал по итогам полуфинальных состязаний. И наш агон начинается прологом, состоящим из конкурса «Красноречие». За 15 минут до начала агона вы получили тему. Педагог должен понимать душу ребенка во всех ее явлениях и много думать о целях, предмете и средствах воспитания, прежде чем он приступит к практике. Это слова Константина Дмитриевича Ушинского. У вас есть у каждого 40 секунд для того, чтобы осветить эту тему. Максимальная оценка 5 баллов. И мы начинаем с вас, Мария. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники. Я абсолютно согласна с высказыванием Константина Дмитриевича Ушинского, поскольку для того, чтобы быть преподавателем, знаний недостаточно. Нужно любить ребенка, понимать его особенностями и индивидуальный подход также необходим. Также Ушинский отчетливо указывает на то, что необходимы средства воспитания, потому что, по его мнению, образование и воспитание идут рука об руку и дополняют друг друга. Хочу сказать, что труд педагога играет важную роль в нашей жизни. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Мария. 37 секунд. 37 секунд. Алан. Добрый день, уважаемые Ария Пак и участники. Для того, чтобы получить отличный результат, педагог и ученик должны стать лучшими друзьями. Учитель, который понимает интересы своего ученика, намного любимее им и получает обратную связь. Педагог, он должен знать внутренний мир каждого, кому он передает информацию. И сам Ушинский очень много реформ посвятил именно тому, что ученикам передавали ненужную информацию на протяжении всего обучения. А в конце хочу сказать, занимайтесь любимым делом, потому что если вас осуждают и обсуждают, то вы добились успеха. Спасибо, Алла. Они очень отличаются от нашего. Это необходимо учитывать при общении с ребенком. У нее все. Спасибо. Спасибо, Саша. 31 секунда. Ребята, большое спасибо. Мы внимательно выслушали ваше выступление по конкурсу красноречия. Каждый из вас показал нам уровень своего красноречия, показал нам уровень своего восприятия, предложенного вам для анализа высказывания. И посоветовавшись, мы каждому из вас присваиваем по 5 баллов. Спасибо большое. Я полностью с вами солидарна. Очень довольна, как сегодня справились с этим заданием. Молодцы. Разрешите напомнить регламент наших финальных состязаний, ребята. Сегодня мы с вами работаем только на желтых дорожках. На желтой дорожке можно ошибиться один раз. В случае второй ошибки агонист становится теоретиком. Агонист, набравший три ордена на желтой дорожке, становится абсолютным победителем. Агонист, набравший два ордена и оставшийся один на желтой дорожке, становится также победителем агона. В случае, если все три участника или все заработали по три или по два ордена, то победителя мы выбираем согласно рейтингу по итогам состязаний. Ну а теперь переходим к состязаниям. Мария, прошу выбрать номер вопроса. Я выбираю седьмой вопрос. Вопрос номер семь. В одном из писем к своему другу Пугачевскому он писал. Худ ли, хорош ли, многоточие. Но я с ним сжился с сердцем. В нем протекла самая существенная часть моей жизни. Много перечувствовано и горя, и радости, и много проработано. Там я таскался без куска хлеба, и там же составил состояние. Там был неведом ни одной душе, и там приобрел себе имя, надеюсь, честное. И вот почему слеза наверстывается у меня на глаза, когда я вспоминаю многоточие. И что, по всей вероятности, мне уже более не видать его. О каком городе Ушинский писал эти слова? Уверена, что это Санкт-Петербург. Замечательно. Вы правы, Мария. Вы без ошибки переходите, да. Он так душевно говорит о городе Санкт-Петербург. Орден участнику, уважаемый председатель. Не правда ли? Пожалуйста. Алан. Номер 6. Вопрос номер 6. В предисловии к первому тому педагогической антропологии Ушинский ясно обозначил. Педагогика – не наука, а ноготочие. Самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех ноготочий. Потому что оно, во-первых, опирается на достижения науки, а во-вторых, стремится к идеалу, совершенному человеку. Каким словом Ушинский обозначил педагогику? Педагогика – это не наука, а искусство. Умница. Умница. Без ошибки, Алан. Переходит в орден участнику за правильный ответ. Саша. Вопрос номер 9. Вопрос номер 9. Из какого рассказа Константина Ушинского этот текст? Послушайте, пожалуйста. В саду собирали плоды – румяные яблоки и желтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу. Осень лучше всех времен. Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. Это отрывок из рассказа «Четыре желания». «Четыре желания». Умница. Умница. Вы переходите без ошибки. Уважаемый председатель, участник, у орден вручаем. Пожалуйста. Мария. Вопрос номер 3. Вопрос номер 3. Скажите, пожалуйста, Мария, как называется русская народная сказка «Каша из топора в обработке Ушинского»? Смею предположить, это репка. Как? Репка, нет. Нет, к сожалению. С ошибкой, но переходите к следующему этапу. Я обращаюсь к теоретикам. Узденов-Фаланс, село Первомайское. Возможно, это вареная каша? Если точнее. Вареная каша. Но я же ответил. Нет, ответ неверный. Эркина Вадяна, я думаю, это сказка называлась «Вареный топор». Топор. Не каша, а топор. Совершенно верно. И это правильный ответ, уважаемый председатель. Награждаем орденом. Награждаем орденом того, кто правильно ответил. Да, кто правильно ответил. Да, теоретика орденом награждаем. Пожалуйста. Алан. Вопрос номер 4. Вопрос номер 4. В советский период учебник «Родное слово» неоднократно переиздавали. Но в сокращении с него устранили часть текстов и иллюстрации религиозного содержания. Скажите, пожалуйста, Алан, сколько изданий выдержало «Родное слово» до революционной России? Ну, в разных источниках это число разное. Но в среднем я видел то, что оно переиздавалось 187 раз и 146 раз. Это точнее. Вы назвали правильно. Я читал несколько источников. Можно сказать, там отношения 2 на 2. 146 пишут, 187 пишут. Зимфира Хаминова, ну, мы принимаем. Мы принимаем. 146 мы принимаем. Коллеги. Пожалуйста, вы без ошибки тогда переходите. Орден участнику? Орден. Да. Алан абсолютно прав. Дают разные цифры, но он назвал и те, и другие цифры. Александра. Вопрос номер 2. Вопрос номер 2. Скажите, пожалуйста, Александра, из каких разделов состоит книга Ушинского «Детский мир» и «Христоматия»? Ну, там было много разделов. Основное, что я помню... Ну, вот назовите какое-то количество разделов. Мы послушаем вас. Это рассказы о животных, о природе, о школьной жизни и домашнем быте. Да, понятно. Вот эти разделы имели свои названия. О природе. О природе. О школе. О дети в школе. Вспоминайте. Я вижу, что вы читали, вы знакомились с этим, вы понимаете, о чем говорить. Но вспоминайте точнее. Мне важно услышать, как назывались правильно эти разделы. Времена года. Школьный быт. О животных. К сожалению, мы не можем этот ответ принять, Александра. Но вы переходите к следующему этапу. Пожалуйста, теоретики. Унижива Диана, Аопса, Учедахи. Мне кажется, эти разделы назывались из природы, из географии, из русской истории и первые уроки логики. Первые уроки. Да, вы практически большинство разделов назвали. Уважаемый председатель, как мы оцениваем нашего участника? Это одна часть. Это какая книга Ушинского? То, что вы назвали? Книга «Родное слово». Какая? Родное слово. О, «Детский мир». «Детский мир». Это книга «Детский мир». Вы назвали разделы. Не все, но многие разделы из книги «Детский мир». Мы можем медаль участнице вручить, уважаемый председатель? Как мы, коллеги, думаем, что да. Медаль, да. Пожалуйста, медаль участнику. Кто сможет дополнить по книге «Хрестоматия»? Желающих нет. Басни и рассказы в прозе, стихи и проза. Вот это произведения, которые были в «Хрестоматии». А добавлю, что в детском мире еще было первое знакомство с детским миром. То, что вы называли из природы. Первое знакомство с природой. Так и называлось первое знакомство. Первые уроки логики только что участник называла. Из географии. Это разделы. Пожалуйста, Мария, выбираем вопрос. Восьмой вопрос. Вопрос номер восемь. В 1854-м Константин Ушинский устроился на работу в это закрытое среднеспециальное учреждение, которое опекала сама императрица. В этом учебном заведении учились будущие чиновники министерств и департаментов. Институт был известен своими строгими порядками. Малейшие оплошности безжалостно наказывались. Кроме того, учеников вынуждали доносить друг на друга. А это порождало вражду между ними. О каком учебном заведении идет речь? Гатчинский сиротский университет. Совершенно верно. Это правильный ответ. Это очередной орден, уважаемый департамент. Да, пожалуйста. Вопрос номер 5. В 1867-1869 годах увидела свет первое издание двухтомной педагогической антропологии. Третий том остался незавершенным. Первый том включает две части – физиологическую и психологическую. Второй том – педагогическая антропология. Представляет собой логическое продолжение первого и содержит две части – о чувствованиях и воле. Скажите, что планировал включить Ушинский в третий том педагогической антропологии? Ушинский был… у него была такая позиция жизненная, то, что образование и воспитание, они неразделимы между собой. И в первом и в втором томах – это первое – это опыт антропологии, и второе – это как бы его продолжение. Но Ушинский хотел и образование, и воспитание, и сознание человека, всю его психологию собрать в одно и написать третий том. Но он умер, и у него это не получилось. Как он говорил? Что он видел в третьем томе? Как он видел? Что он там опишет? Ну, он там хотел описать как бы итог всего. Итог всего. Ну вот первый и второй том мы с вами назвали, проговорили об этом. Да, вы правильно рассказываете. Но я бы хотела бы услышать, что бы он хотел… Вот чем закончить? На что сделать особое внимание, чему уделить? Я помню несколько фраз. Это ребёнка с детства должны воспитывать не к хорошей жизни, а к труду жизни. К труду жизни, так. Дальше. Он говорил то, что ребёнка нужно учить наблюдать. У него было много таких цитат, а в первый и второй том он это почти не включил. И в третьем томе он хотел итог первого и второго тома сделать именно вот в этом. Чуть-чуть вот… Ну, я читал как бы человек, как воспитание, опыт педагогической антропологии ещё и сам. Но я не помню, что в третьем томе он хотел написать. В моём понимании это как итог должен был быть третий том. Понятно. Зимфира Хамидна, тут уже члены жюри говорят, надо останавливать. Мы вытаскиваем ответы буквально. Поэтому, Алан, знаете, вот, конечно, очень обидно, вы всё время к этому подходите. Но если это, мы говорим о педагогической антропологии, догадайтесь, явления телесные, явления душевные и явления… И вы уже, понимаете, то есть мы не можем вам, вы не можете сказать то, что является основой ответа, явления духовные. Он говорит о духовных явлениях. Поэтому, к сожалению, мы не можем засчитать ответ правильным. Да, он говорит о духовных явлениях. Он хотел говорить именно вот по этому направлению. Это была ваша первая ошибка, да? К сожалению, этот ответ мы вам не засчитываем. Александра. Первый вопрос. Вопрос номер один. Ушинский писал, если бы люди открыли философский камень, то беда была бы ещё невелика. Золото перестало бы быть монетой. Но если бы они нашли сказочный мешок, из которого выскакивает всё, чего душа пожелает, или изобрели машину, вполне заменяющую всякие многоточи человека, словом-разом достигли тех результатов, которых добиваются техники и политика экономы, то самое развитие человечества остановилось бы. Разврат и дикость завладели бы обществом. Самое общество распалось бы многоточи с уничтожением необходимости личного многоточия. Сама история должна прекратиться. Какой статье Ушинского принадлежит этот отрывок? В каком произведении, в какой статье он говорит вот эти вещи? Ну, Константин Дмитриевич Ушинский большое внимание уделял труду. Я думаю, что тут речь идёт именно об этом. Так. Статья, предположу, что это труд в его психическом и воспитательном значении. Умница! Умница! Замечательно! Правильный ответ, уважаемый председатель. Это очередной орден, не правда ли? Пожалуйста, Александр, орден. АПЛОДИСМЕНТЫ У Марии у нас, Наталья Викторовна, три правильных ответа. Два. У всех по два правильных ответа. На этом вопросы Агона завершены. Я обращаюсь к нашему уважаемому председателю. Пожалуйста, у наших ребят у всех по два правильных ответа. Подведите, пожалуйста, выберите победителя нашего Агона. Значит, мы определяемся таким образом. Значит, в данном Агоне у нас набирают все одинаковое количество баллов. Но по предыдущим имеющимся орденам и медалям победителем становится целых Александра Николаевна, у которой 14 орденов. Поздравляем вас, Александра. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Александра, пожалуйста, на кодиум проходим. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ребята, вы становитесь пока теоретиками, но у вас огромное количество орденов. Я думаю, что у вас есть шанс еще пройти, может быть, даже стать победителем. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Переходим в эпилог. АПЛОДИСМЕНТЫ В эпилоге я задам вам два вопроса, ответив на которые вы получите медали. Первый вопрос. Педагогическая деятельность Ушинского началась во время учебы в университете. Как и всем студентам, ему не хватало денег, присылаемых родителями. А тут еще Константин пристрастился к многоточию. Пришлось подрабатывать частными уроками. Какое увлечение появилось у Ушинского во время учебы в университете? Уздин Афалан, село Первомайска. Он увлекался походами в театр. Увлекался театром. Это правильный ответ. И участнику мы вручаем медаль. АПЛОДИСМЕНТЫ И следующий вопрос. Ушинский с 1851 года был женат на Надежде Семеновне Дорошенко, с которой он познакомился еще в молодости в Новгороде-Северском. У них родилось шестеро детей. Одна из дочерей Ушинского известна тем, что в селе Богданка, где находился дом, принадлежавший Ушинскому, наследство, вырученное от продажи сочинений своего отца, открыла начальную школу. Назовите имя и годы жизни дочери Ушакова, открывшую начальную школу. Как ее звали и в какие годы жизни? Глава Алина, город Черкесский. Если я не ошибаюсь, то это был 1910 год, когда она умерла. Нет, неправильно. Родилась она в 1856 году, а умерла в 1944 году. К сожалению, никто не заработал медаль за этот вопрос. На этом все вопросы агона исчерпаны. Уважаемый председатель, подведите, пожалуйста, общий итог второго агона. Я первый раз у вас на передаче. Я, наверное, еще только осваиваю правила, которые приняты на передаче. Но в целом я хотела бы отметить высокий уровень подготовки и вашей, и участвующих в данном агоне. И хочу отметить достаточно хорошее знание и творчество, и деятельность великого педагога Ушинского. Спасибо большое. Спасибо. На этом, уважаемые телезрители, второй агон финальных состязаний я объявляю завершен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...